Приветствую вас, Никита. Хотел бы обратить ваше внимание на то, что вы не задаете вопрос, то есть вы описываете ситуацию, да, но вопросов вы не задаете. А это важно, потому что от вопроса зависит, собственно говоря, то, что будет дальше. То есть либо вы хотите нажать заниматься психотерапией, либо вы хотите оставить всё как есть, вот, но тогда опять же не совсем понятно, да, для чего вы написали нам. То есть ну зачем, да, для чего вы написали. И прочее, потому что, ну, совершенно очевидно, да, что у вас есть некоторые проблемы, вот, с которыми вам справиться самому не получается. Вот. Значит, вы говорите о перепадах настроения. Вы говорите о том, что у вас перепады настроения достаточно сильные. эмоциональном интеллекте. Это, конечно, в первую очередь судьи рассказывают о достаточно низком эмоциональном интеллекте, вот, ну, вашем, вашем низком эмоциональном взгляде. Вот. А только, наверное, будет такая просьба, да, ну, не воспринимать это как-то вот негативно, что-то я говорю, потому что на самом деле у очень многих людей есть этот самый низкий уровень эмоционального интеллекта. Это вообще абсолютно нормальная история. вот, поэтому, эм, воспринимать это как эм, абсолютно естественную для современных, ну, для современного общества эм, ситуацию, вот. в этом абсолютно нет ничего такого. Конечно, подкорректировать это можно и нужно, вот, но это работа со специалистом, это психотерапевтическая работа. Вот. Дальше. Ложно понимать, что вы чувствуете в такие моменты, как вы себя ощущаете. Важно понимать, когда началась эта цикличность, что происходило с вами. Ну. Например, например, до той же армии. Вот. То есть с этим нужно разобраться. так же. И дальше уже как-то исходить из той технологии ситуации, которой вы расскажете. сейчас можно строить только общее предположение, вот, относительно вас. Но информации все равно нужно больше. да, возможно, имеет смысл обратиться к врачу. Если это принимает достаточно серьезную форму, если это очень сильно влияет на вас, то да, можно обратиться к врачу, можно и нужно. Ну и с помощью психолога это тоже можно скорректировать, но и для этого еще раз повторю, нужна психотерапия. психотерапия. Вот. Так как вы это делаете сейчас, да, как это вот происходит сейчас. Ну, честно говоря, не совсем хорошо, вот, потому что это очень маленькое, давайте будем честны, да, очень маленькое количество информации от вас. Вот. А нам, то есть для работы, ну, да, вот. потребуется несколько больше количества информации, вот. Потому что мы психологи, мы анализируем полученную, ну, полученную информацию. я могу сказать лишь то, что с точки зрения именно психологии, речь идет о том, что вы не очень хорошо понимаете, что есть польза для вас. А что есть вред для вас? Вот мне видится это так. Примерно. То есть нет, нет такого ощущения, нет такого ощущения, что вот, да, что это вот то, чего я хочу, например. Или да, это то, что мне нужно. Вот такого ощущения у вас нет. И связано это может быть только с тем, что в детстве ваши родители могли за, например, одно и то же вас и ругать, и хвалить. Вместо. Ну вот. Это неприятно. Безусловно. Безусловно. Это было, это было. Безусловно неприятно. Вот. Но. Тем не менее, тем не менее. 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 можно будет помогать вам, да все же можно будет везти вас туда куда вы хотите например. Вот примерно такой ответ я могу вам дать. Примерно так я могу вам ответить на вопрос, который вы задаете. Примерно так. На этом в принципе все. Я надеюсь что это было полезно вам. Я надеюсь что вы для себя найдете что там, что вам поможет. Вот. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и очень надеюсь что ситуация которую вы описываете, да. Для вас будет самым лучшим образом разрешено. Всего вам еще раз доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok